Привет! Сегодня мы на Киевском шоссе у официального дилера BMW Advanced Auto, принадлежащего группе компании «Автоспидцентр», и мы будем тестировать BMW M4. Многие из вас скажут, что BMW M4 – это уже не та «Эмка». Вот предыдущий кузов Е92 с атмосферным мотором – это был настоящий болид. Но вспомните, когда вышел Е92, что вы говорили? И это не настоящая «Эмка». Вот Е46 с рядной шестеркой – вот это классика. Ребят, идут технологии вперед, все движется. Вы же не пользуетесь дисковым телефоном, не жарите там утку на костре, а готовите ее в пароварке. Также инженеры BMW делают автомобили быстрее, легче, надежнее, качественнее и, самое главное, безопаснее. И когда выйдет BMW M3 либо M4 с полным приводом, вы же опять все скажете – и это не то. Настоящий BMW должен быть только задним приводом. И вы опять ошибетесь. Не нужно сравнить BMW M4 и обычную BMW 4 серии. У них нет абсолютно ничего общего. Ну, наверное, кроме фар головного света. В этом автомобиле иной мотор, иная коробка, иная подвеска. Он стал более широкий, легкий, быстрый. И она об этом доказывается при каждом возможном случае и на треке, и в городе, и по прямой. Ну что, пришло время открыть капот и посмотреть, какой же монстр там скрывается. Под капотом здесь все очень плотно. Ну, в принципе, как и у всех автомобилей BMW. Конкретно в M4 скрывается рядная шестерка с двумя турбинами мощностью 431 лошадиная сила и 550 ньютонов крутящего момента. Все это придает автомобилю просто зверский характер. Она разгоняется до 100 км в час за 4,1 секунду на роботизированной коробке и 4,3 на механике. BMW M4 вряд ли разорит вас в плане обслуживания. К примеру, литр масла в адвансавте стоит всего 1400 рублей, а ТО, ну, нулевой от ТОО, в принципе, обойдется вам от 15 до 18 тысяч рублей. Это вполне приемлемо, если вы нашли 5 миллионов на покупку этого автомобиля. Зеркала в этом автомобиле очень красивые. Ну, конечно же, и несут аэродинамический функционал себе. Расширенные передние колесные арки, жабры, которые отводят раскаленный воздух от этих огромнейших тормозных дисков. Кстати, на нашей машине стоят стандартные тормоза, бывают еще опциональные, из металлокерамики. Шины, как я уже говорил, здесь специально спроектированы для этой машины компанией Michelin. И в каждом воздухозаборнике, если мы туда заглянем, спрятаны огромные радиаторы, чтобы остудить все то, что находится под капотом этой машины. Все, закончилось время теории, пора прокатиться на М4. Субтитры сделал DimaTorzok Делочный материал, конечно же, в этом автомобиле на самом высоком уровне. Я бы не сказал, что здесь прямо какая-то нереальная роскошь, но все сделано очень качественно. Вот нажатие от тех же самых кнопок, то неприятные или нажимаются. Четкие показания того же самого климат-контроля, наделка карбонов, кожа на поперетянута в верхнюю часть тормоза. Все это автомобилю продает солидность. Музыка Harman Karno. Конечно, все это кричит о статусе автомобиля, на котором вы едете. Но вот проведя день за рулем этой машины, я хочу вам сказать одно. Вы на это все вообще не обращайте внимания. Какой там карбон? Есть ли сверху кожа на торпеде? Какая тут играет музыка? Я, честно говоря, за весь день музыку включал всего лишь один или два раза. По поводу устойчивости. Машина просто сверстка. Я не знаю, как будто когтями леопарда впивается в асфальт. Скинуть ее из траектории просто нереально. Но если только отключить все системы, естественно, заехать на мокрый асфальт и боком. Но все равно все это она делает неохотно. Очень уж она цепкая. Я бы не сказал, что робот тут такой, как все его ругают, что тут какие-то пинки, удары. Да нет такого, пока вы не включите спорт или спортклюкс. Нормально машина едет. Никаких там толчков или пинков серьезных я не почувствовал. Сидение просто суперудобное. При моем росте метр девяносто три. Я сижу и просто кайфую. Субтитры сделал DimaTorzok Профессор Если вы хотите оказаться за рулем этого автомобиля, приезжайте в Advance Auto, официальный дилер BMW, находится он на Киевском шоссе, прокатитесь, посмотрите, найдете вы там какие-то минусы, не найдете, напишите нам потом в комментариях. И, в принципе, если вы сравните с каким-то конкурентом, не спешите делать свой выбор. В любом случае, надо ее попробовать, возможно, на ней вы остановите свой выбор. Но я поездил на очень многих автомобилях, и в этом ценовом диапазоне я бы 100% остановил выбор именно на M4. И последнее, 16 июля будет ночь распродаж в Advance Auto, вы сможете купить не только BMW M4, но и другие модели на суперусловиях. С вами были odprice.ru, и, кстати, на следующей неделе смотрите наш новый ролик, в нем будет новая BMW 1 серия. Всем удачи, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok